Третья мировая война В 2012 году военный бюджет США составил 670 миллиардов долларов. Этих денег Беларуси и Украине хватило бы на 10 лет безбедной жизни. При этом 117 миллиардов Америка хочет потратить на проведение операций за рубежом. Их цель – установить контроль над нефтяными запасами Ближнего Востока. Главной помехой для Америки в этом регионе был и остается Иран. Американские авианосцы стягиваются к Армунскому проливу. Израиль готов бомбить ядерные объекты. Саудовская Аравия подвела к границе танковой армии. В войну окажутся втянуты многие страны, включая Россию. Сможем ли мы защитить себя? Военный пик нашей страны пришелся на 80-е годы, и многие убеждены, что он уже никогда не повторится. Но это не так. Действительно, 90-е сильно подкосили оборону. После развала Союза расходы на закупку вооружений для армии упали в 14 раз. Из 24 тысяч оборонных предприятий вышли только 1200. В своей статье «Быть сильными» Владимир Путин вспоминает, когда в 1999 году сепаратисты развязали войну в Чечне. Россия обладала армией в миллион 300 тысяч человек, но не имела под рукой ни одной укомплектованной части для моментальной ликвидации боевиков. В 2002 году чуть было не остались без ядерного щита на Тихом океане. На содержание легендарной базы подлодок в Вилючинске на Камчатке просто не было денег. Спасли тогда лишь средства, выделенные частными нефтяными компаниями «Сургутнефтегаз» и «ТНК». К началу 2000-х аналитики Пентагона констатировали, оборонный потенциал России составляет всего 6%. Такими темпами страна должна была остаться беззащитной к 2005 году. Чтобы избежать этого, новое правительство начало масштабную военную реформу. Были сформированы 4 укрупненных военных округа – западный, южный, центральный и восточный. Органы управления вооруженных сил сократили вдвое, а вместо полков в армии появились бригады – более мобильная армейская единица. Сегодня в стране их насчитывается более 100. Именно мобильные бригады США и сил союзников, сколько мы их не клянем, успешно действуют в Ираке, Ливии, Афганистане. За 10 лет в России были созданы 7 крупных авиационных баз с мощной инфраструктурой. Капитально отремонтировано 28 аэродромов. С 2007 года на постоянной основе возобновлены полеты стратегической авиации в районах боевого патрулирования. А с 1 декабря 2011 года на боевое дежурство в России заступил новый род войск – войска воздушно-космической обороны. Кособоронзаказ с 2006 по 2010 годы вырос вдвое – с 236 до 490 миллиардов рублей. Благодаря этому российская оборонка представила целый ряд новинок. Истребитель пятого поколения Т-50. Лучший в мире военный вертолет К-52 «Аллигатор». Многоцелевая атомная подводная лодка проекта 885 типа «Яси». В 2010 году Россия поднялась до шестого места по уровню обороноспособности в рейтинге «Дефенс Ревью», преодолев 40 позиций. В ближайшие 10 лет правительство закупит для армии новые вооружения на сумму 20 триллионов рублей. В том числе 28 подлодок, 50 кораблей, 600 самолетов, более 1000 вертолетов, 2300 танков, 28 зенитных ракетных систем С-400 и 10 бригад ракетного комплекса «Искандер». Стратегические комплексы «Ярс», оснащенные межконтинентальными боеголовками дальностью 11 тысяч километров, заступят на боевое дежурство в 10 ракетных полках. Но ядерный щит уже не считается самым опасным оружием на Земле. Россия ведет разработки лучевых, волновых, генных и психофизических систем нападения. Около 100 наших военных аппаратов поднимутся в космос до 2020 года. Если завтра начнется Третья мировая война, нам будет чем ответить. Армия США Если говорить, что такое армия США и что такое армия НАТО, то нужно понимать, что это одно и то же. Потому что США не делают в этом случае какого-либо различия между своими континентальными группировками и группировками, которые действуют в составе НАТО. Так же, как никто в НАТО в этом случае не делает различия. То есть это всего лишь две армии одного целого. Просто одна армия располагается за океаном, это американская армия, а другие армии расположены в Европе. Но все они входят в блок НАТО. Если брать сегодняшнее соотношение сил в Европе, то сегодня одному нашему солдату в Европе противостоит три солдата НАТО. Два с половиной натовских танка на один наш, два натовских самолета на один наш, это в Европе. Если же к этому приплюсовывать армию США, это будет более правильно, то, конечно, в этом случае соотношение становится еще более драматичным. Потому что еще 18 лет назад фактически по силам общего назначения мы превосходили НАТО, где в полтора, где в два раза. И только в авиации и в понятии ядерного вооружения мы примерно в этом случае были равны. Сегодня в этом случае сохраняется только равенство по ядерному оружию, которое, конечно, является сейчас определяющим в понятии стабильности мира. Если же мы ослабим свой ракетно-ядерный щит и снизим его до того объема, который позволит американцам надеяться, что их новая система противоракетной обороны компенсирует этот удар и отразит наши ядерные боеголовки, то в этом случае можно не сомневаться, что НАТО, безусловно, воспользуется своим численным и в какой-то степени качественным превосходством. И попытается с нами повторить то же самое, что оно сделало когда-то с Югославией. Если говорить об угрозах для России, то, безусловно, громадной угрозой является продвижение НАТО к нашим границам. И здесь нужно понимать, что 15 лет назад, 20 лет назад, точнее, расстояние от Москвы до первого, так сказать, метра границы НАТО составляло примерно 1600-1700 километров. И, соответственно, путь даже той же самой крылатой ракеты от границы НАТО до Москвы составлял порядка 25-30 минут, если брать, так сказать, в понятие подлетного времени. Спустя 18 лет после того, как Союз распался, сегодня мы можем говорить, что до ближайшей границы НАТО у нас всего лишь 400 с небольшим километров. То есть границы НАТО проходят практически под Нарвой. Эстония сейчас принята в НАТО, в Эстонии размещены натовские самолеты, и подлетное время крылатых ракет от границы Эстонии до Москвы составляет меньше 10-15 минут. Направление, так сказать, вот это натиск на восток, натовский, дранк на Хостон, он не может не вызывать у нас и опасений, и раздражений, и, соответственно, конкретного ответа. Потому что, безусловно, сегодняшняя наша мощь не позволяет нам, скажем, отвечать солдатам на солдат, отвечать, поставив, так сказать, против натовского полка наш полк. В этом случае мы вынуждены будем, скорее всего, размещать просто свои ракеты с ядерными боеголовками и нацеливать их на наших бывших союзников. И понятно, что в этом случае одной из первых наших мишенью будет Польша. То есть можно не сомневаться в том, что как только первая противоракета НАТО будет установлена на польской базе, можно не сомневаться, что фактически в этот же день первые межконтинентальные баллистические головки, или, скорее всего, оперативно-тактические ракеты с ядерными боеголовками будут направлены на эту базу, соответственно, на Польшу. И в какой-то степени, размещая на своей территории натовское ядерное оружие, Польша делает сама себя заложником и мишенью для наших ракетно-ядерных сил. Понятно, что 3-4 водородных бомб оставят от Польши всего лишь одно воспоминание. Но поляки это делают сами, соответственно, видимо, им себя не жалко. Ты знаешь, Абдулла, я мзду не беру, мне за державу обидно.